Реставрация молодежного центра «Вертолет». День Героев Отечества. Завершение недели юристов в КФУ. Всем привет! В эфире «Универновости», а в студии Елизавета Газизянова. В зале Попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Мероприятие прошло под председательством ректора КФУ Линара Сафина. Среди приглашенных участников заседания был министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков. В повестке дня были вопросы, связанные с программами и проектами в сфере молодежной политики РТ, а также с поддержкой студенческих инициатив и возможностей для самореализации. Помимо этого, речь шла о создании республиканского общевузовского студенческого хора и был поднят вопрос о воспитательной работе в университетах. Перед членами совета выступил глава Министерства молодежи Татарстана. Ринат Садыков отметил важность и необходимость активной поддержки студенческих инициатив и обеспечения возможностей для самореализации молодежи. 8 декабря в музее Казанской химической школы Казанского федерального университета прошло торжественное заседание, посвященное юбилейным датам химической школы. Целью мероприятия стало обобщение всех достижений, которые совершил институт, анонсирование проектов на будущий год и вовлечение в активную научную деятельность студентов химического института имени Александра Михайловича Бутлерова. С приветственной речью и докладами о работе института выступил Марат Зиганшин. Также сотрудники подготовили программу, где рассказали о своих докладах, о важных исторических вехах института. В основном это мероприятие признано для того, чтобы студенты, молодежь послушала, познакомилась, окунулась, погрузилась в историю, поняла, как им повезло, что они учатся в этом замечательном институте. День Героев Отечества – это памятная дата России, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена законом Российской Федерации и свои истоки ведет от выдающегося события эпохи правления императрицы Екатерины II, которая в 1769 году учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. О том, как праздник менялся с течением времени, расскажем далее. Памятная дата День Героев Отечества в отношении к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Военная служба – это, прежде всего, тяжелая мужская работа. В любое время суток, в любых погодных условиях. Конкретно я не ощущал себя какими-то героями, потому что входило в мои функциональные обязанности. Я командовал заводом связи и беспилотных летательных аппаратов. Вот результат моего участия в этом связи и работе в БПЛА, и по совокупности, по всей видимости, потому что я не могу сказать, что я в какой-то там, то есть я под танк за гранатой бросился, да, но своим достижением считаю то, что за время свор я не потерял ни одного бойца, только двое раненых, и все без исключения награждены государственной наградой. Волонтеры Казанского федерального университета на постоянной основе проводят мероприятия по сбору, сортировке и отправке гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Подобные действия несут в себе огромную поддержку и признательность всем, кто находится в зоне боевых действий. Это помощь и поддержка вообще наших граждан, которые сейчас находятся на передовой, потому что, к сожалению, весь инвентарь, который у них, в том числе и униформа, сапоги, они со временем изнашиваются, и поэтому их нужно обновлять. Это все собирается, отправляется, но вот даже в таких небольших моментах, как, например, нахождение на складах, перед отправкой на передовую, это нужно подготовить. И как раз-таки здесь такие ответственные граждане могут помочь разделить все это добро для наших товарищей, чтобы им было легче. Среди героев, отличившихся в бою и удостоившихся почетных наград, немало и наших современников. По данным из открытых источников, с 1992 года звание Героя Российской Федерации получили более 600 защитников Отечества. Звание Героя Российской Федерации приняло своеобразную эстафету от звания Героя Советского Союза. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Универ Новости. Молодежные места в городе играют важную роль в формировании социальной жизни и культурного пространства. Они дают возможность молодым людям встречаться, обмениваться идеями, развиваться и отдыхать. В историческом центре Казани на территории Адмиралтейской Слободы проводят реставрацию молодежного центра «Вертолет». Пространство будет вмещать в себя спортивные и концертные залы, зал для занятий хореографией, трансформируемое фойе и видеостудию. Подробнее узнавала наш корреспондент Валерия Карташова. Казань Казань – один из самых благоустроенных для молодежи городов, однако историческая часть одного из крупнейших мегаполисов по Волжье требует реставрации. Этот процесс абсолютно нормальный, ведь сохранить знания о прошлом без вмешательства современности не всегда представляется возможным. В центре города, в Кировском районе, полным ходом идут работы по реставрации молодежного центра «Вертолет». Это здание, построенное еще в 40-х годах 20 века, давно нуждалось в обновлении. С течением времени оно обветшало и потеряло свою актуальность и функциональность. Сегодня, благодаря усилиям местных властей и поддержке государства, молодежный центр переживает свое второе рождение. До 2019 года учреждение принадлежало Казанскому вертолетному заводу и представляло собой Дом культуры машиностроителей. Весной 2019-го здесь начал свою работу нынешний молодежный центр. Вертолет стал местом объединения творческих людей не только близлежащих районов, но и всего города. Самый по себе объект очень интересный. Это советский объект, который множество раз достраивался, перестраивался. И, наверное, среди молодежных центров Казани на сегодняшний день он один из самых крупных объектов. Но где-то он даже чем-то похож. Но если не на дворец культуры, но что-то рядом. Проект реинновации молодежного центра «Вертолет» стартовал в октябре 2021 года. В разработке приняли участие сотрудники Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Автором самого проекта стал Степан Новиков, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования. Идея центра представляет собой пространство, где молодежное сообщество города сможет полностью закрыть свои социальные потребности. От спортзала до студии, видео и звукозаписи. Концепция дизайна проекта молодежного центра «Вертолет» заключается в сохранении и подчеркивании исторических особенностей элементов здания, насыщении его современными технологическими элементами. Здание построено в послевоенный период и имеет сложную историю структуру, которую необходимо обозначить как в экстерьерах объекта, так и в интерьерах. Мы максимально сохраняем советский колорит, привносим туда еще колорит именно Адмиралтейской слободы. То есть это такой достаточно по интерьерам будет строгий, брутальный, в чем-то промышленный, потому что Адмиралтейская слобода – это промышленная территория так или иначе. И до революции была промышленная, и в советское время была промышленная. В последнее время она стала, не последнее время, наверное, в 2000-е годы она стала так угасать, и, может быть, где-то кому-то показалось, что она стала такой маргинальной территорией. В рамках архитектурно-строительного форума «Казаныш» авторский коллектив Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета занял первое место в номинации «Лучший объект реновации» в смотре конкурсов на лучшие архитектурные градостроительные решения в Казани. Именно по этому проекту на сегодняшний день в здании уже сменили и утеплили фасад, заменили карнизы и лепнину. Также ведется активная работа над внутренней частью центра, который по окончании ремонтных действий начнет принимать в гости представителей казанской молодежи. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Много лет юридический факультет отмечал свой день рождения параллельно дню рождения университета. Но с появлением отдельного профессионального праздника Дня юриста празднование перенеслось на декабрь. В этом году была организована Неделя юристов. Студенты и преподаватели подготовили интерактивную программу, в которой каждый из дней был расписан по часам. О том, как юридический факультет отмечал свой профессиональный праздник, узнавала наш корреспондент. Неделя юристов проходила 4 дня, с 4 по 7 декабря. Она началась с первого в истории юридического факультета спортивного квиза, организованного спортивным комитетом. Студенты соревновались в командах от 4 до 8 человек. Им предстояло ответить на вопросы, касающиеся достижения юрфака в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта, а также рассказать о рекордах российских команд и спортсменов. Юрфак действительно это спортивный факультет с юридическим уклоном, и поэтому все такое тоже традиционное, но в нетрадиционном формате, вот в формате квиза. Неделя юриста – это история, которая связана с днем рождения университета Казанского императорского, Казанского федерального, Казанского государственного, и связано это с тем, что на протяжении многих лет мы праздновали день рождения юридического факультета, также в ноябре, ну вот немножко мы сейчас сместились в связи с праздничными днями, декабрьскими уже, с днем юриста, мы сместились на декабрь, но мы праздновали всегда день рождения юридического факультета, и в этом году решили это сделать, ну так, масштабно, Именно потому, что с пандемийного года мы не проводили большого концерта, который был посвящен дню рождения юридического факультета. На второй день состоялась dorm party, на которой ребята были разделены на команды и выполнили ряд заданий и главоломок, связанных с защитой прав и интересов в суде. После успешного прохождения квеста провели гитарник, на котором ребята смогли поделиться историями своих студенческих дней, спеть песни и просто хорошо провести время в дружной атмосфере. 6 декабря прошло powerpoint party. Профбюро студентов и гражданско-патриотический комитет юридического факультета подготовили темы, по которым ребята должны были в течение 30 минут разработать проекты, а затем представить их перед всеми присутствующими. Формат не был ограничен. Это могли быть как презентации рисунки, так и частушки с танцами. Это формат печи-кучи. Здесь ребята будут создавать проекты и делать все в формате презентации. И темы у нас очень интересные, то есть они связаны с правовой тематикой, также с тематикой граждан-патриотического воспитания. В жюри непосредственно наши студенты, те, которые занимаются как раз разработкой презентации, которые у нас отвечают за проектную деятельность, также в студенческом совете. Поэтому определять победители будут, естественно, они. И победители определяются из того, кто подготовил презентацию, которая, во-первых, содержательный, точки зрения все полноценно раскрывает, и также выглядит достаточно презентабельно. Интерактивный день завершился мастер-классом «Дресс-код для успешной карьеры» от бизнес-стилиста Ларисы Жилновой. Она рассказала, как происходит самовыражение через одежду, что лучше всего надеть на переговоры, в чем уместно проходить собеседование и как должен выглядеть юрист, которому будут доверять даже самые сложные дела. Успешный юрист, он всегда вызывает такое ощущение, что он может обеспечить вашу безопасность, он вызывает доверие и что он может решить ваши вопросы. Вот это такое ощущение, когда ты подходишь к человеку, и ты прям понимаешь, что он такой. И ты в этот момент думаешь, блин, вот я хочу с этим человеком работать. Юристы относятся к той сфере, где у нас соблюдается дресс-код. То есть у нас есть сфера, где мы можем быть свободными, ну, например, я директор маркетингового агентства, там нет дресс-кода. Но если я, например, работаю на госслужбе, если я работаю в банке, если я работаю в юриспруденции, то эти сферы, они предполагают, что мы соблюдаем дресс-код. Дресс-код — это у нас пиджаки, это деловой стиль, это у нас платье-футляры, если мы берем женский вариант. И вот именно, когда я спрашиваю, как выглядит успешный юрист, все сразу говорят в костюме, там с портфелем или там в галстучке. Вот, поэтому вот этот стереотип успешного юриста как раз мы и соблюдаем, потому что он у нас у всех быстрее всего срабатывает. В финальный день недели юристов состоялся торжественный концерт, в подготовке которого приняли участие не только студенты, но и преподаватели юридического факультета. Конечно, спасибо нашему студенческому совету, потому что только благодаря студентам на самом деле все это может быть организовано на таком высоком уровне, с одной стороны, а с другой стороны, вот так разносторонне, с кухнями народов мира, со спортивными квизами и все остальное, это то, что придумывает на самом деле наши замечательные юрфаковцы. В концертную программу вошли юмористические зарисовки от театральных коллективов, рассказывающие об учебных буднях студентов и преподавателей, народные и современные танцы и вокальные номера. Одним из таких стало выступление Рустема Давлядгильдеева. Неделя юристов запомнит совсем надолго. Ведь в ее создании принимали участие все, кто причастен к этому нелегкому, но очень интересному направлению – юриспруденции. Именно оно объединило ведущих преподавателей и талантливых, умных и активных ребят, которые сейчас представляют юридический факультет и которые скоро смогут встать на защиту прав и свобод граждан. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Николай Суховский, Универновости. Казанский федеральный университет На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова